Любовь и деньги. Вопрос сегодня, как никогда, актуальный, но, к сожалению, не нов. Многие классики обращались к нему в своих произведениях, в том числе и Александр Островский в пьесе «Красавец-мужчина». В новом сезоне Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина представит музыкальное прочтение этого сюжета. Спектакль создавался силами московских и нижегородских постановщиков. Первое, что бросается в глаза, декорации в русском стиле. Купеческие дома, купола церквей и огромные самовары. Вот она, жизнь провинциального городка конца XIX века. Пьеса Островского, которая и стала основой мюзикла, появилась больше ста лет назад. Автор либретта Маргарита Каминская призналась, что работать с классикой – почти ювелирное мастерство. Оно требует особого подхода. Потому что гения править невозможно. Сначала снимала слой за слоем, а потом из того, что осталось, уже делала свою либретта. В мюзикле два главных героя. Обворожительный авантюрист, красавец-мужчина Аполлона Каемов. И его жена – Зоя. Столкновение двух миров – искренней любви и корыстного расчета – ставит главный вопрос. Так что же важнее – любовь или деньги? Моя задача была в основном только что воспользоваться драматургией, чтобы ее несколько сгруппировать, сделать более компактный сам конфликт. Потому что сейчас время другое, требуются другие темпо-ритмы, требуются более жесткие какие-то решения. Для композитора Эдуарда Фертельмейстера это уже пятый мюзикл. И каждый раз это новое творческое решение. Мог бы назвать даже этот спектакль «Некрасавец-мужчина» Азоя. Потому что, как мне кажется, это ее драма. Она не драма, а пока сердце мужчины. Если говорить только о нем, только о нем, спектакль будет не такой, приобретет не такую глубину. ПЕСНЯ Динамичный, стильный, полный неожиданных поворотов и комичных сцен. Премьера мюзикла «Красавец-мужчина» стала ярким событием в культурной жизни города. АПЛОДИСМЕНТЫ